Хей, вудсап, ребят! Меня зовут Леша Моисак, это Стас, и сегодня мы будем пробовать еду из психбольниц Из разных стран, прикиньте! В каждой психушке есть такой день, когда любой психопат может выбрать себе еду Ну, на выбор, то есть он может себе заказать все, что угодно И мы нашли самые безумные комбинации этой еды, и сегодня будем пробовать и рассказывать вам Так, ну что там первое? Ну, ты будешь удивлен Так, и первое блюдо у нас... Это получается у нас яйца, в которых вместо желтка находится арахисовая паста и малиновый джем Вот это он, конечно, безбашенный, реально был на голову, как можно это есть? Я не знаю, к чему это связано, почему он именно это заказал, но это на самом деле бывший футболист, прикинь? Может быть, ему там прописали на одной тренировке, у него сдвиг по фазе произошел? Так, может, ему прописали там в одном место? Так я про это и говорю, прописали в одном место между, ну, между вот... Между местом Ну, между ног, между... И он сейчас вот такую ерунду заказывал, блин, капец, ну что, давай пробовать, потому что... Ну, ребят, вместо желтка, конечно, желток тоже не очень вкусный, но вот джем и арахисовая паста с яйцом Ну, кто знает, что у этих французов они и в курасан, и все что угодно залисовывают Ладно, надеюсь, что мы сегодня не отравимся, а если отравимся, то обязательно, ребята, ставьте лайк, поддержите нас Потому что... Надеюсь, мы не попадем в психбольницу, самое главное Мы не хотим это есть, но, возможно, после видео, да, попадем в психушку Я бы просто, на самом деле, посмотрел бы на это, вот как вы, а не ел Но мы тут для того, чтобы затыстить Let's go! Стой, подожди, давай как психи А может, прикиньте, на самом деле, в интернете скрыли рецепт, потому что другое должно быть, а не арахисовая паста Ну, там, нутелла, допустим Ну, не знаю, мне нравится запах, тебе что? Я просто понюхал запах яйца, на колоках Ну, я понюхал запах вот этого шоколада, арахисовая паста Ладно, все, давай, я погнал, потому что не надоело ждать Да, мне стрёмно, мне кажется, я отраванусь Ну, ладно, let's go! Давно поел Ну, чтоб я желток, килограмм желтка лучше съел, чем это Знаешь, что я могу сказать? Что относительно прикольно Ну, типа, до момента, пока не попадается зернышко клубники или малины Мне кажется, он просто хотел поднять себе настроение пастой и джемом А вот яйца, просто, чтобы он чувствовал привкус поражения Это реально поражение внизу желудка Блин, у меня кислота какая-то на языке сразу же Ладно, теперь моя очередь Ну, давай, что ты там уже узнал про кого? Чувак, это очень интересно Давай сначала уберем вот это Следующий участник нашего челленджа это Бенито Хосе Мексиканец Знаешь, что он заказал себе? Да Ну, на что это похоже? На какую-то херню Это какая-то черепаха, не, не черепаха, я даже не знаю, что это Это дерево Так что ты делаешь? Короче, это называется картофельный хот-дог Здесь в составе картошка, которая оранжевая внутри Ну, она типа сладкая, ну и сосиска Я не понимаю, что у них в башке Этот чувак выращивал на своей ферме разные запрещенные какие-то растения и его посадили Понятно А потом он прицелился психом и, походу, там и остался, в этой психушке, вот, и заказывал такую штуку Резшего, режь, режь О, он так легко режется Ну да Чувак, смотри, что там Ребят, смотрите Просто оранжевая жизнь Это как будто морковка огромная Да Ну ладно, я то попробую, чтобы подписчики понимали, что мы не трусы Мы готовы делать классный контент для вас, мы это попробуем Ты скажу, Рой? И как? Огонь? Есть ли у мексиканцев вкусы на картошку? Почему-то эта картошка сладкая Ты говорил, что она сладкая Ну я не думал, что она столько Она сладкая и сосиска, ну блин, прикольно, как будто я ем картошку с сосиской И все Реально Вот это блюдо уже вкуснее, его можно есть и картошку сладкой Блин, да это вкусно даже, ребята Он реально был хорошим фермером, раз такую картошку себе заказывал Надо теперь переходить с обычной картофаны на оранжевый Я знаю, какой сладкий становится Его сахарят перед вращением Типа, знаешь, закинул семя картошки и сахар зацепил в девушке Вот такая картошка вырезала Закинул семя картошки И сахара туда две ложки А потом попал в психушку И заказал себе петрушку То есть мексиканцы знают толк в сочетании странных блюд Ну прикольно, вкусно, реально, 10 баллов Что там у тебя следующее? Закрывай глаза и закрывай подписчикам Опа-на, ну что? Открывай глаза Это сэндвич От психоангличанина И что-то необычного, это обычный сэндвич с ветчиной Так, это любимый сэндвич Марселя Какого Марселя? Ты мне так говоришь, как ты его друг Ты что, вообще психом стал? Марсель это англичанин, который в английской психбольнице находится И у него... Ну и он питается нормальной едой Ветчина и потом... Ну он сладкоежка довольно Таким Причем тут сладкоежка? Это какие-то сладкие... Нет Смотрите, это просто сэндвич с ветчиной и соусом Ну и что тут необычного? Ну, есть тут один момент Хотя давай знаешь, что ты укусишь просто Я укушу? Да, ну ты укуси просто Это немножко необычный сэндвич, он с приколом Это ж психи Это не колбаса, это зефир маршмеллоу, который сделали в виде колбасы Прикиньте, смотрите, как он тянется Это реально маршмеллоу со вкусом мяса Жестко, да? Короче, Марсель колбанутый на голову А, ну он же псих Ребят, вот реально, ешь такую еду и испытываешь разный спектр эмоций Я уверен, что я в тихом стану В конце видео? Да Да я уже стал Это очень странно Ну, мне хочется выпрыгнуть, но я не хочется распробовать Это знаешь, как будто ветчина, которая стала резиновой Ой-ой-ой, это вообще не вкусно Не знаю, как ты... Нет, ты просто чувствуешь вкус маршмеллоу Ну... А вот прилипло от меня, бля Excuse me, guys У нас там ведро, и оно помогает нам в случае, если мы не выдерживаем это есть Я не знаю, зачем он это ел У меня на языке просто привкус Как будто я вырвал себе в рот и проглотил А температура должна подниматься? Это значит, блюд У тебя сильно слюноводеление? У меня слюноводеление со вкусом вот этого Да, я про это и говорю Если вам понравится эта часть И вы поставите лайк под это видео Соберется там, ну, 1080 лайков И мы начнем снимать вторую часть Поэтому, ребята, все в ваших усилиях Ставьте лайк, и вы будете знать больше, чем питаются психи Потому что вы сами знаете, сколько стран в мире, столько психушек Думаю, если мы снимем три части, то мы станем точно психами У нас будет просто расстройство желудка Итак, представляю тебе блюдо клубничного барона Ханса Ричера Это я ему дал кличку клубничный барон А так, он был психом Ну, был, потому что сейчас он уже не псих Он вылечился Он вылечился? Он смог? Да И он вот это ел? Походу, вот из-за этого он и вылечился Мне кажется, он не смог на самом деле Это обман Тут бобы с клубникой Ребята, бобы Томатные бобы с клубникой Но это не томаты, это что-то другое Реально Хочешь узнать, чем он болел и почему он попал в психушку? Нет Тогда я расскажу ребятам Ребята, этот чувак жил со своей бабушкой Потому что у него умерли родители в детстве И она постоянно приносила ему клубнику Зачем? Уже есть одно совпадение После этого его бабушка скончалась И с тех пор у него появилось после этого психическое расстройство Потому что он всегда видел свою бабушку У него были галлюцинации, и он ее видел Вот, и когда он начал, ну, употреблять блюда с клубникой Ему эти галлюцинации не мерещились, понимаешь? То есть он ел и успокаивал себя клубникой А бобы, наверное, ну, потому что бабы Не знаю Ну, просто бобы, бобы, все Ну, что, будем пробовать это Ну, твое блюдо, ты и пробуй Ну, я вообще-то для тебя делал Ну, давай вместе, ладно Клубника плюс, вот Я возьму самую маленькую клубничку И чуть-чуть бобов Смотрите, вот на этот ужас Ребята, я готов Раз, два, три А я возьму поменьше бобов И большую клубнику, чтобы перебить Нет, так не интересно, так не интересно Ладно, все По-настоящему Давай Знаешь, клубника спасает Так вот, что, перестанет Чуть-чуть, подожди Не, у меня вначале был перебор А у меня наоборот Ой-ой-ой, в конце уже все В конце ты в толчок пойдешь Клубника больше не спасает Не знаю, как он целую тарелку навернул этих бобов с клубникой Но Ой, что-то меня стернуло Ребят, напишите в комментариях Что из всех блюд, которые будут в этом видео Самое противное Пишите, потому что Оно может выглядеть красиво А вот на вкус Это просто Ну, на букву П А заканчивается на букву С Переборц? Да, переборц Ладно, предлагаю ценить это Блюдо Блеводину Блеводину клубничного человека Я бы ее так назвал Ну да, давай Я ставлю, ну Пятерочка Из противней Если мы оцениваем это реально противно Это пятерочка, нормально Да, опять Так, ребята Мое следующее и мега странное блюдо Называется Буррито С пупкорном И кетчупом И этот странный Человек Психопарм Миропад, который любил такое сочетание, живет в... Как думаешь, где это? Буква К. В Караганде. Ну, почти. В Канаде. А, в Канаде? В Канаде. Сейчас психами становитесь. Клавочка закрыта. Окей, а почему здесь попкорн? Да подожди, я тебе расскажу просто историю, вообще, с чего он это начал хав. Надо услышать? Это максимально тупейшая история. Ну, как я считаю. Короче, этот чувак работал на заводе. Где перерабатывали кукурузу и попкорн. Ну, логично, кукуруза становится попкорном. Вот, и однажды... Замотал себя в лаваш, отрубил руку и съел ее. Нет. И она сейчас у нас. Нет, он почему-то решил загасить пол своего отряда, так сказать, работников. Так они, получается, без пола работают? Короче, бригада есть, у каждого своя, типа команда, да? И ее что-то сдвинуло в моменте. Он взял, получается, нож, и что и всех заразал. И его они посадили в тюрьму. Ну, понятно, психушку. Вот там какие-то исследования, да, начали вести. И в итоге его посадили в психушку. И почему-то он ко всему начал заказывать попкорн. Ко всему, абсолютно всему. Короче, он, получается, как серийный убийца. И одновременно... Блин, я на самом деле такую историю не помню, я забыл, ребята. Ну, она все равно жуткая. Ну, ключевые, да, слова, что он был на заводе, завалил своих ребят, и его посадили в психушку, а не в тюрьму. Не знаю, почему опять же не в тюрьму. Это типа Америка. Ну, короче, в психушку его посадили, и теперь он ко всему заказывает попкорн. Вообще, везде хавают попкорн. Блин, как-то стрёмно сейчас съесть этот бурритос после этих историй твоих. Нормально. Может быть, у него... Да и ладно уже, откушу как бурритос. Вкус пластмассы. Хм, непонятно. А, зато весело получается, да? Ну, надо вкусил попробовать. Так, ладно, я распробовал, и могу дать свой вердикт. Дрянь полная. Вот так вот могу это объяснить. Невкусно, у канадца нет вкуса никакого. И вообще, как это можно есть? Это непитательно. Даже за чего? Потому что попкорн солёный. Если бы он был с карамелью, тебе понравилось. Ну ладно, может быть. Ну да, здесь попкорн заменить на карамельный было бы, ну ещё что-то. Но так я бы оставлю четвёрочку. То есть, ну, не совсем плохо. Ну, я два оставлю, просто бумаги поел. И следующее блюдо психа из Казахстана. Окзама Асаева, не помню его фамилию. Короче, он себе заказывал вот такой вот пудинг, в котором есть кислая капуста и какой-то гнилой помидор. Сэк, ты заметил такую схожесть, что когда мы снимали тюремную еду, фамилии не забывались. Когда мы снимаем психов, они забываются. Они какие-то сложные или что-то подобное. Может быть, у всех, у кого сложная фамилия в будущем, станут психами? Может быть, но непонятно. Ну, короче, вот он заказывал себе вот такой пудинг. Для него это пудинг. Он совместил сладкое с кислым и с помидором. Гнилой. Взяли, походу. Короче, давай пробовать. Да, пробуй. В смысле, я для тебя готовил. А зачем вообще оно ты заказывал? Есть ли что-нибудь? Я не готовил. Просто вот с этой ссори ты точно не захочешь попробовать. Давай ты попробуешь, а потом я расскажу. А давай я закрою уши, и так будет интереснее. Давай. Давай, я даже по часам купе сделаю. Рассказывай. В общем, ребята, слушайте, этот человек был мазохистом и вообще себя ненавидел. У него было очень много попыток суицида. И в какой-то момент он попал в психбольницу. То есть он очень много раз пытался сделать с собой какие-то плохие вещи. И попал в эту психушку. И даже в психушке, когда психам давали право выбора, ну, как им вкусно поесть. И он себя специально травил всякой разной едой и разными сочетаниями. Вот. И это одно из самых популярных. Скорее всего, оно влияло на него очень сильно. И даже в психушке он хотел себя, короче, вот так. Леха! А, все? Да. А он выжил? Он? Да. Я все слышал, я не буду это есть. Да, где же ничего такого? Ну, блин, он сейчас пытался травануть эту штуку, чтобы, ну, как бы, отправиться в мир. Так, может, у него была язва желудка, и он ел кислую капусту, чтобы плохо было еще. А у нас нет язвы. Ладно, давай, let's go. Ты будешь брать скрема? На мужика. Ого. Ну, тогда я не мужик. Вот, смотри, полное сочетание помидорка, сливки и вот эта капуста. И авокадо? Это авокадо, чувак. Нет, давай. Я не мужик. Нет, давай, давай. Вот, мужики, чисто капусточку, вот так вот. Не, 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 нифига. Ну, вот это по мужски. Ладно, я, конечно, я... А вот эти вот ваши женские крема, вот это вот, ваши вот эти помидоры, а это не по-мужски. Короче, я выплюнул, но я попробовал, попробуй и ты. Ну, выплюешь потом. Ну, просто попробуй, ты должен, язык твой должен почувствовать этот прекрасный вкус. Да не по отдельности, сделай себе бутерброд из этого. Это вот и Борис. Короче, фу, помидор. Фу. Короче, ставлю этому блюду из-за помидора ноль. Ну, Ляра. А почему это... Я комбинацию тут вонючую попробовал из трех. А ты поделись, мне интересно. У меня в желудок сейчас пробуют все вместе. Он вообще-то негодует. Он говорит, Стас, я сейчас встану и выеду. Выеду из чада. Не зайду обратно. Ну, я так не умею. Ладно, посмеялись и хватит. С психами потихоньку мы все-таки остановимся. У меня даже улыбка, видите, такая вот с разрезами. Мое блюдо полегче будет твоего. И мой следующий пациент родом из Китая. Он любил такое странное сочетание, как нутелла, оливки плюс батон. Вот тут лучше видно, вот. Его зовут Банжоу. И он был людоедом. Людей хавал, прикинь. Получается, это для него просто закусочка? Не, я не знаю. Прикинь, на самом деле, человечина похожа чем-то на оливки с нутеллой. Ну, кто знает. Я не пробовал, я не знаю. Ну, смотри, какой у него там рецепт был. Просто не понимаю, в чем прикол хавать вот это сочетание. Но он был людоедом. И ел людей. И у него было в районе 10 жертв. За его историю, так сказать. А потом его поймали. И почему-то тоже не посадили в тюрьму, а закинули в психо-хиатрическую больницу. Ну, потому что у людей проблемы с головой. Вот тут что-то. Так моя, ну, пускай в тюрьме одежда. Вдруг он там сокамерника своего другого съест. Ну, как бы. Так если он вылечится, он в тюрьму пойдет сразу. И все. Ладно, попробую я твой бутерброд сразу после Леши. Не, после тебя. Я первый попробовал твой, а теперь ты первый, а потом я. Ты же без оливки внял. И что? А в этом смысл. Да я понимаю. Бутерброд с тателлой все пробовали. А я медленно ем. Давай, давай. Ну, просто интересное сочетание. Ладно. Сыкло. Покажем. На, на, получай. Кость, кость. Да? Не, ну Леша живчик. Он всякую дрянь в рот тебе закидывал. И выживал после этого. Но на этот раз он тоже выживет. Потому что он все это выплюнет в мусорку. Что, реально настолько противно? Ребят, давайте просто покажу вам, как это выглядит внутри. Вот, смотрите. Пока Леша там плюется, я вот так сделаю. Смотрите, вот прям у него на глазах, чтобы вы не думали, что я могу съесть оливку. Да, давай. Оливка с шоколадом, всего лишь по носу. Ничего необычного. Косточка. Кстати. Костя. Может он с костями ел? Я не знаю, либо у меня мозг столько меня надурил, чтобы мне было болеводно прям. Я не смог, реально, у меня вот этот рефлекс произошел. Может он ел людей не в том месте. Ребят, вы, конечно, извините нас, мы очень... Противно, да, как-то вообще выходит. Вы там ужас пушили, но вот это суть таких роликов. Поэтому, ну, что, о чем взяли? Ухо летит, да. Это смешно. У меня уже такое чувство, что у меня шрамы на лице появляются. Ладно, короче, банджоу, у тебя нет вкуса, ты это видео явно не смотришь. Но, ребята, знайте, если вы вдруг были людоедами, у вас не будет вкуса. Потому что самый крутой людоед в мире, это Шрек. И то он даже перестал потом... Да, нормально, развивается. Ну, последнее блюдо, ты готов? Последнее, и все, и мы заканчиваем это видео. Это самое безумное сочетание, которое я когда-либо видел в жизни. Ну, давай, заинтриговал, попробуем, попробуем. Я, кстати, этой штуке ставлю минус 500. Ну, а я ставлю 3. Опа, подотрите. Ну, понятно. Подтираешь, что там оливка. Все, он носит крышу, давайте следующее блюдо, и мы погнали. Последнее блюдо австралийского пожарника. Пол Смит его звали. И он в психушке заказывал себе вот такое сочетание. Это просто обычный торт. Он был пожарником, и у него было развеяние личности. Мне кажется, на самом деле, когда одним человеком был, он поджигал, а вторым тоже был. Ну да, прикольно. То есть он страдал с шизофренией, и вот такой вот тортик ел. Что, готов попробовать его? Ладно, погнали. Блин, а с чем это торт? А вот попробуешь и узнаешь. Нет. Я же тебе сказал, самое, ну, странное сочетание в мире. Ну, ты расскажи. Ну, смотри, вот здесь есть сочетание того, что здесь есть торт и начинка. Ладно, Лёх, давай пробовать. Вот тебе кусочки отрезал. А что-нибудь горчицей пахнет? Потому что это торт с горчицей и кетчупом. Ну, то есть сверху горчица, а вот в слоях там снизу внутри это кепчук. Ну, здоров. Опа. А, меня аж нос пробил этой горчицей. Короче, здесь горчица, ребята, и между слоями кетчуп. Так а что он заказывал это? Что это так сподвигнуло? Просто шизофренией? Я на самом деле не знаю. Я, ну, не нашел об этом информацию. Поэтому, ребята, напишите в комментариях. Ваша теория. Да, ваша теория, почему он мог заказывать именно такой торт. Туалеты один. В смысле? Тут их много. У тебя разведение туалетов? Что-то применение туалетов в этом доме. На пол только не сходи случайно, когда увидишь очередной туалет. Let's go. Давай. Ты меня хочешь обмануть, да? Ладно, let's go. Ну давай, ну что ты? Что за подстава? Я не понимаю. Давай. Ну ты же правильно что? Как будто ты ешь кетчуп с горчицей и там... Да нет, нормально. На самом деле, прикольная штука, мне кажется, если там будет мясной пирог. И вокруг горчицы и кетчуп. Мне кажется, вообще топово будет. Тут прикол в том, что корж сладкий, кетчуп, ну вы знаете, какой на вкус, и горчица тоже. Все это перемешивается в одну жижу и попадает в желудок, и потом вы... Ну на самом деле, сочетание неплохое, но весь торт такой заховать, ну тупо нереально. Ну знаешь, как попробовать что-то новенькое, интересно. А вот здесь полностью, ну нет. Вообще, ребят, очень интересно пробовать, такие разные сочетания, поэтому реально собирайте лайки, и мы снимем новую часть. А прикинь, позвать подписчика, хотя бы одного, который будет с нами пробовать, чтобы он передавал свои реальные ощущения ребятам. Ну типа мы уже на опыте, мы уже много чего перепробовали, мы уже не так реагируем красочно. Потому что мы тюремную ели странное сочетание, жуков хавали, вообще все хавали на этом канале, если вы не видели, можете посмотреть. А вот он явно это все не пробовал. И во второй части у него будут самые искренние первые эмоции. Так что, ребят, собирайте 80 тысяч лайков, и мы постараемся эту строчку. А с вами уже, видите, получается, в следующем ролике, надеюсь, не в психушке. Всем спасибо за просмотр. Чем писать в комментарии, и всем пока-пока!